Привет, друзья! С вами Александр Кушнарь на Ньюсейдер. Сегодня вечер субботы, 14 мая. Итак, этот час настал. Украинские военные, освободив очередное село в Харьковской области, вышли на границу с Белгородской области. Теперь до границы буквально 100 метров. Об этом сообщает журналист Андрей Цыпленко, не называя села для того, чтобы не привести к попыткам русских начать мстить тем украинским военным, которые совершили очередной прорыв. И он публикует соответствующие фотографии. Подчеркиваю, что до государственной границы, цитирую, остались здесь просто сотни метров. Почему это важно? Как мы уже неоднократно говорили, в случае если украинские военные освобождают Харьковскую область, выходят к Белгородской, они перерубают русским поставки. Об этом говорит нам и британский эксперт Майк Март. По его словам, теперь российская изюмская группировка останется без топлива, провизии и боезапаса. То есть, у нее только два варианта. Либо быть вскоре окруженной и не иметь возможности при этом вести огонь. То есть, это котел с гарантированной летальностью для русских. Либо, второй вариант, капитулировать и бежать в сторону России. Если, конечно, им удастся убежать, учитывая, между прочим, что их сейчас заблокировала и будет, безусловно, преследовать украинская группа, которая подоспела с запада Украины и которая как раз и не дала российской изюмской группировке продвинуться. А ее изначальная задача заключалась в том, чтобы окружить украинскую группу. Так вот теперь, как мы уже и говорили, сама изюмская группа рискует оказаться в окружении. Это очень большое достижение. Первая крупная оперативная задача, которую украинские военные решили уже в рамках второй фазы войны. Харьковская область свободна, Херсонская на очереди. Об этом говорит и Виталий Ким, глава Николаевской областной администрации. Харьков отодвинули, говорит он. Сейчас ленд-лиз, силы, средства дойдут и мы освободим Херсон. О том, что русские войска полностью фактически покинули Харьковскую область, говорит и Американский институт исследования войны. По его словам, Украина выиграла битву за Харьков. Украинские силы не позволили российским войскам оцепить город, не говоря уже о захвате. Основными целями русских войск сейчас являются Северодонецк и Лисичанск, говорится в отчете института. Там же сказано и то, что русской орде по-прежнему не удается осуществить успешный штурм Славянской и Александровки. Теперь вооруженные силы Украины могут вернуть еще и весь Донбасс, если русские не прекратят попытки наступать. Итак, институт войны рисует мрачные перспективы для российского режима. Согласно выводам аналитиков этого института, у Путина сейчас есть по сути дела три варианта. Остановиться и попытаться закрепиться на уже достигнутых рубежах и далее совершить аннексию уже оккупированных территорий. Второй вариант это попытаться мобилизовать дополнительные силы внутри России. Но, соответственно, говорится в докладе аналитиков, это может вполне привести к военному краху в среднесрочной перспективе для России. Ну, наконец, третий вариант. Если сейчас русский агрессор по-прежнему будет пытаться выполнить, на самом деле, нереализуемые амбиции Владимира Путина и продолжит идти в наступление на Донбассе, теряя при этом войска, то есть живую силу и военную технику. И, соответственно, в этом случае крах военной машины России может наступить уже в ближайшие месяцы, говорится в отчете института исследования войны. Иными словами, это говорит о том, что у русских нет вообще никаких хороших решений. Потому что даже если они и перестанут наступать и попробуют, как говорится в докладе института, аннексировать те территории, на которых русские уже закрепились, то украинские военные получат очень нужное для них время, время и подготовки новых резервов и подтягивания новых вооружений, которые сейчас НАТО активно поставляет Украине. Ну и далее у русских в любом случае не будет никаких шансов в обороне против наступательного НАТОвского вооружения. То, как работают американские гаубицы М777 на фронте, мы уже видели. Более того, как сказал представитель Пентагона вот буквально накануне, оказывается уже большая часть американских гаубиц М777 стреляет на фронте. То есть не просто находится на территории Украины, а именно активно используется. Ну и как именно происходит это использование, мы видели на днях. А именно М777, стреляющая с помощью активно-реактивного высокоточного снаряда на 40 километров вдаль, уничтожает российскую самоходную артиллерийскую установку Акация. И вот с таким смертельным преимуществом украинцы, которые будут все больше получать М777 на фронт, конечно, будут в самое ближайшее время проводить контрнаступательные операции не только в Харьковской области, но и в других регионах, в том числе и на востоке. А что же происходит, собственно говоря, на Донецком и Луганском направлении? И особенно Луганском, где сейчас происходит самая активная боевая фаза. А происходит там перемалывание русских войск, в частности на реке Северский Донецк. О чем мы уже и говорили. И вот теперь мы узнаем подробности от Генштаба ВСУ. Оказалось, что украинским военным удалось с помощью в том числе и западных противотанковых вооружений девять раз остановить попытки русских наладить понтонные переправы. Мы уже говорили с вами о том, какое гигантское количество российской военной техники было разбито на переправе через Северский Донец возле города Белогоровка, которую уже называют еще одной Чернобаевкой. К удивлению украинских военных, русские гонят все новые и новые волны по одному и тому же направлению, где они совершенно одинаковым образом получают отпор со стороны украинских военных, которые продолжают уничтожать поступающие по одному и тому же направлению русские войска. И тактика, которая каким-то образом могла работать во Вторую мировую войну, где предполагалось, что после того, как положат десять волн, одиннадцатая пойдет по трупам, в итоге дойдет все-таки, здесь все не так. Потому что у украинских военных такое вооружение, такая, в частности, артиллерия и такие, в частности, ПТРК, типа Джеверин и Энглон, что можно хоть пятьдесят волн еще отправить через Северский Донецк и ничего в итоге не получить. Собственно говоря, как нам рассказывает генштаб ВСО, русские, похоже, оставили идею переправиться через Северский Донецк. Бросили они это дело после того, как они отправили туда девять волн и поняли, что все бесполезно. Ну что ж, девять попыток. Как видим, вот то российское командование, которое осуществило вот эти попытки и все они закончились неудачными, научилось с девятого раза. Я не знаю, как это характеризовать, кроме как умственной отсталостью. О том, что планы российских войск окружить вооруженные силы Украины в Луганской области с треском провалились после неудач северским донцом, сообщает и телеканал CNN. Анализ, который провели военные эксперты телеканала, подтвердил, что во время форсирования реки оккупанты потеряли 70 единиц военной техники и очень важное для русских инженерно-мостовое оборудование. Неспособность русских продвинуться через Северский Донецк замедлила их наступление на Луганском направлении. Сами российские военные уже давно потеряли хоть какой-то энтузиазм по поводу того, чтобы выполнять эти бессмысленные команды своего руководства, которое просто отправляет своих солдат на убой. Вот и российские наемники, которые приехали из глубинки России, чтобы повоевать на украинской территории, записали видеообращение, в котором заявили о том, что они отказываются воевать, потому что они увидели, какие огромные потери несет их армия и насколько бездарно их командование. И вот теперь, когда они увидели, как вооруженные силы Украины перемалывают их сослуживцев, перепугались, вернулись в Россию из Украины и объявили о том, что их, цитирую, использовали не по назначению и бросили на убой. А теперь жалуются, что у них нет денег на то, чтобы вернуться домой в Сахалинскую область. Мы являемся добровольческим отрядом из Российской Федерации, призванным, получается, оказать помощи действиям на территории Луганской национальной республики. Все ребята изъявили желание принять участие в специальной военной операции. По прибытию на территорию Луганской республики местное управление использовало личный состав не по назначению, соответственно, без соответствующей подготовки выпускали на линию фронта, без какого-либо взаимодействия с вооруженными силами Луганской национальной республики и народной милиции в том числе. На данный момент мы вернулись на территорию Российской Федерации. Какой-либо помощи от руководства нет. Люди живут в разных регионах, в том числе на Дальнем Востоке, Архангельское область. Итак, друзья, мы видим, как наступает у нас на глазах перелом на фронте. Вторая фаза закончилась, опять же, как и первое, поражение Владимира Путина. Это третья фаза войны, в которой путинские войска, похоже, будут переходить в оборону, а вооруженные силы Украины, наоборот, постепенно переходить к контрнаступлению. И помогут им в этом, конечно же, и Соединенные Штаты, и их союзники в Европе, и страны G7 в целом. Те самые страны G7, которые сегодня в очередной раз собрались и согласовали следующий важный пункт своей работы. В заключении стран Большой Семерки говорится следующее. Они продолжат санкционное давление на Россию, они будут стремиться в течение ближайших лет вводить нефтяной и газовый эмбарго против России, отказываясь от российских энергоносителей, и они будут продолжать снабжать украинских военных оружием в таком количестве и до тех пор, пока украинцы не победят и не освободят украинскую территорию от русской военной саранчи. Спасибо, друзья! Оставайтесь в Ньюсейдер, подписывайтесь и поддерживайте украинскую армию через ссылки, которые я даю в описании к этому видео, на спецсчет Национального Банка Украины, а также на организацию Вернись живым. Там же вы найдете и ссылки на те ресурсы, через которые вы можете поддержать наш канал. Через PayPal, Patreon, банковский счет и другие. Мира и здоровья вам! До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok